Отром 7 часов начинаем, второй только 10 часов. Четыре раза в сутки и так каждый день. Без четкого графика и жесткой дисциплины не будет и кумыса. Кажется, это понимают и сами лошади. Спокойно становится очередь в специальном загоне. Современные доильные аппараты, отремонтированные стойлы и новое здание. Сегодня этот племм-конзавод один из самых современных в республике. Хотя еще в прошлом году все было не так. Кругом разруха и мусор. Деньги на восстановление дала одна из крупных региональных компаний. Сейчас на этой ферме содержат 100 голов лошадей. И больше половины из них уже ждут потомства. И, кстати, самая главная слабость этих животных – это сахар. Именно благодаря ему молоко лошадей получается немного сладковатым. Овес и дробненки. Горячей водой смешиваем. Горячей водой смешиваем. Сюда добавляем сахар и мел добавляем. Рацион парнокопытных вообще целая наука. Случайно в такое меню ничего не попадет. Сахар и мел для хорошего молока, а яйца для коня-производителя. В них секрет сильного потомства. Эту методику применят и к будущим новичкам завода. Планируем закупить порядка 100-150 лошадей стартатарской породы. Сейчас в данный момент идет программа по восстановлению этого поголовья. Здесь у нас происходит заквашение кумыса. Это святая святых завода. Именно здесь лошадиное молоко превращают в кумыс. Все автоматизировано. Молоко, особая температура, бактерии. Кумыс готовится в сутки. В 8 утра я начала, в 8 утра следующего дня только будет готов. Мощность завода 300 литров кумыса в сутки. Пока здесь нет столько молока. Производство расширится с увеличением поголовья. Сергей Хайдаров, Ринат Сафин, ТНВ, Пестричинский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова